Украинки только по паспорту. Артистки Регина Тодоренко и Анна Асти посетили церемонию награждения премии глянцевого журнала в Москве. Они радовались жизни, пока Россия бомбила их родную Украину. Светское мероприятие состоялось 23 ноября, как раз тогда, когда украинцы находились без света, воды, тепла и связи из-за российской массированной атаки на энергообъекты страны. И пока на родине был блэкаут, Анна Асти купалась в лучах славы в стране-агрессоре. Вчера забрали нашу первую статуэтку. Хочу поблагодарить вселенную за то, что ведет меня самым невероятным путем. Мою лучшую команду и всех вас спасибо, что верите в меня. И да, главный герой – это любовь. А также спасибо журналу «Окей» за отличную церемонию. Анна Дзюба, которая выступает под псевдонимом Анна Асти, родилась в Черкассах. Как рассказала в одном из интервью украинская блогер Алина Шаманская, в первые дни войны она находилась в Украине и вместе со своими родственниками пряталась в бомбоубежище. По возвращению за поребрик она цинично выпустила клип на новую песню с путинистом Филиппом Киркоровым, выступила на концерте в Кремле и отправилась в тур по городам русским. Как это? Взять и отпустить Киркорова? Ну вот я могу себе представить, что было в голове. А вось тут как-то рассосется или фиг с ней, с этой Украиной. Эта же история связана с тем, что так долго и много всего было положено на этот алтарь. Да, так мы же не знаем, что было положено. Но это же шоу-бизнес. Анна Асти для меня, вот Регина и Аня Лорак – это жертвы собственной недалеко оглядности. Перед полномасштабным вторжением России в Украину. Артистку постоянно сравнивали со Светланой Лободой, твердя, что она копирует стиль своей коллеги. После осуждения войны Лободе дорога в российский шоу-бизнес закрыта. А Асти пошла на сделку совестью и наслаждается теплыми приемами фанатов в Барнауле, Магнитогорске и Новом Уренгое. Встречали просто теплейшим, если можно так сказать, образом. Другая украинка Регина Тодоренко не получила награду, но долго красовалась на красной дорожке. Артистка родилась в Одессе. Недавно она выпустила песню, в которой призналась в любви к супругу и попрощалась со своими родственниками из Украины. С начала полномасштабного вторжения она прикрывает свое молчание разными политическими взглядами с мужем Владом Топаловым. Вот сейчас у меня такие сложились обстоятельства. У меня муж, он москвич коренной. Еще одна артистка – участница российской фабрики «Звезд 4». Одна из бывших девушек рэпера-путиниста Тимати Алекса. Тоже была обладательницей паспорта с трезубом. Однако несколько дней назад она сообщила поклонникам, что поменяла документ на российский. Ура! Паспорт! У мамы российский паспорт, зайчик. Конституцию выдали тебе? Да, выдали. Возможно, ее поступок станет примером для артисток, которые, вспоминая об Украине, льют слезы на камеру, а в самый страшный для Родины момент – веселятся в Кремле. Тем не менее, получать паспорт с двухглавым орлом, с которым в Европу дороги закрыты, они не спешат. Вы паспорт не собираетесь менять? У вас же, я так понимаю, гражданство до сих пор украинское, правильно? Ну да. Вы российское не хотите? Я пока не думала об этом. Я вот с мужем, в принципе, у нас брак, да, как бы у меня разрешение на временное проживание есть, я, видно, жительство делаю. Я хочу спокойно ездить к маме, видеть ее, обнимать. По поводу паспортов украинских, тут все зависит от того, как будет вести себя по отношению к этим персонажам, власти российские. Тут же, как бы, мы же не понимаем, как. Тут же могут сыграть история идеологическая, когда им, наоборот, запретят менять на российские. Им скажут, будьте с украинскими. Посмотрите, мы же не запрещаем украинцам, как бы, быть братьям на сцене, да? А может быть, наоборот. Тут все зависит от того, как идеологическая ФСБшная машина будет работать в этом плане. Субтитры создавал DimaTorzok